В Казахстане предлагают узаконить так называемых «помогаек» в центрах обслуживания населения. С такой инициативой выступила депутат от партии Аманат. По ее словам, избавиться от этой категории не удается много лет, но можно их легализовать. Казахстанцы разделились во мнении. Одни с удовольствием пользуются их услугами, другие предпочитают обращаться в ЦОНЫ. При этом специалисты правительства для граждан говорят, 95% всех услуг можно получить электронно, даже не обращаясь в ЦОНЫ. Анастасия Новикова продолжит тему. Легализовать «помогаек» в центрах обслуживания населения предлагает депутат Мажелиса Екатерина Смышляева. Народная избранница говорит, избавиться от них за долгие годы так и не удалось, а значит их услуги востребованы у казахстанцев. По словам депутата, сейчас в парламенте рассматривают законопроект по повышению статуса работников госкорпорации. Сама госкорпорация не имеет финансовой и юридической самостоятельности, поэтому нужно присвоить ей статус юридического лица публичного права. Это позволит наращивать коммерческий компонент, к примеру, институт помогаек. Избавиться от них крайне затруднительно, поскольку в них есть потребность. Их нужно легализовать через дополнительные сервисы ЦОНов. И госкорпорация могла бы зарабатывать, это было бы оказанием сервисных услуг. Казахстанцы говорят, иногда помогайки и вправду облегчают задачу, особенно тем, кто не умеет пользоваться телефоном и компьютером. Зачастую это люди старшего поколения. Но нередко такие помогайки обещают пройти в обход системы и получить госуслугу быстрее и дешевле. Правда, потом обычно оказывается, что это мошенники, и ждать придется положенный по закону срок. Поэтому чаще всего люди все же обращаются напрямую в ЦОНы. Потому что это лишние деньги для них. Зачем? Все должно быть здесь. Я всегда сюда подхожу и тут решаю свои вопросы. В государственной корпорации правительства для граждан говорят, они предоставляют 780 услуг, 95% которых можно получить удаленно, не выходя из дома через портал электронного правительства, мобильное приложение ЕГОВ и банки второго уровня. Тех, кто не ладит с техникой, могут обучить в ЦОНах бесплатно. В каждом ЦОНе есть сектор самообслуживания, которые люди, которые граждане не могут, которые не знающие, могут обратиться в любой ЦОН. И там же наши сотрудники помогают, разъясняют, полную информацию дают, как получить услуги. При этом специалисты отмечают, чаще всего госуслуги бесплатные. Но есть и те, за которые придется оплатить госпошлину. Легализуют ли услуги помогая их, пока не ясно. Вопрос пока еще обсуждается. Анастасия Новикова, Добран Абдиев, Абзал Туребеков, Инфорумбюро.